Дунинский археокомплекс Суть проблемы в том, что городище это хоть и ценнейшая часть, не даром у него федеральный уровень охраны, но вся же часть огромного, в сотни раз большего археокомплекса. Очень ясно это объяснил археолог Николай Кренке в своем выступлении 5 июля на круглом столе, посвященном проблеме сохранения Дунинского комплекса в Государственной Думе. Я просто хочу вам дать краткую справку о центральном археологическом памятнике Дунинского археологического комплекса. В центре находится древнее укрепленное поселение Дунинское городище, которое возникло примерно в 7-6 веке до н.э. То есть более 2,5 тысяч лет назад и существовало до примерно 5 века н.э., более тысячи лет. То есть за это время тут вели хозяйственную деятельность, жили-умерли тысячи людей. То есть это не то, что совсем... Вокруг этого поселения существовали поселения-спутники, так называемые неукрепленные селища. Они здесь обозначены красными точками, но на самом деле это ядра вот этих поселений, центральные их части. И каждое это поселение, вокруг этих ядер нужно нарисовать примерно, вот сказать, некую зону, где реально шло функционирование этих поселений диаметром примерно 200-250 метров. И таким образом вся система поселений, она образует такой единый континуум, который охватывает практически всю вот эту территорию. Но более того, значит, второй момент очень важный. Когда мы вели раскопки, вот такие разведочные раскопки на одном из этих поселений, селища Дунина-4, было обнаружено погребение, древнее погребение. Это такая небольшая ямка с кондиционированными костями пережженными. И для Московской области является абсолютно уникальным явлением, потому что раньше не находили вообще эти погребения. Была загадка научная, где вообще вот эти люди, которые здесь жили и сооружали городище, вот они оставили много следов своей жизни, где они сами, где их останки. Вот они нашлись. Здесь это вот, ну, такая очень важная научная... Это все опубликовано, есть научные статьи, монографии. Но мы зацепили только краешек этого погребения, то есть этого могильника, одно погребение. Очевидно, что, конечно, это все распространялось в этой зоне. И последнее, что я хотел сказать, что в наших законах есть очень такое, можно сказать, лукавое, не совсем правильное определение, что памятники археологии могут быть спасены с помощью раскопок научных. И поэтому существует такое название, такое термологическое понятие спасательная археология. Но вот даже на протяжении нашей жизни мы видим, что примерно каждое десятилетие происходит очень существенное открытие в технологии научных археологических исследований. Не было цветной фотографии, появилась цветная фотография. Не было возможности радиоглеродного датирования маленьких объектов, появилась эта возможность с помощью ускорителя. Не было лидарного сканирования территории, появилось лидарное сканирование. То есть то, что мы делаем сегодня, это раскопки, которые проводятся сегодня, они абсолютно не гарантируют сохранение информации. Можно это слово спасательное взять в кавычки. Поэтому нельзя решать вопрос о сохранении с помощью раскопок. Это лукавство. Сохранение может быть только какие-то очень частичные раскопки, которые позволят расширять научные данные, но при этом сохранять памятник для будущих исследований на многие-многие десятилетия и столетия. Борьба за сохранение всего археологического комплекса ведется без преувеличения весь 21 век. Уж очень дорогая земля здесь, в тупичке, в котором оканчивается Рублевка. Вот и распродана она в начале века бессовестными чиновниками, вопреки всем действующим на этот момент запретам. Частично удалось, но разрешение на производство работы продолжает удаваться. И никакого контроля со стороны властей не существует. Пишутся экспертизы, какие-то не соответствуют действительности. Рассматривая там ансамбль как по объекту. Выезжая, закладывая шурфы, закладывая шурфы в этом, непосредственно там их просто, ну как сказать, просто имитировая работу. Просто имитировая работу. Более того, был найден документ представления прокурора Московской области. Если бы вот это все было бы выполнено, если бы это все было бы выполнено, в этом случае тех нарушений, которые мы видим на сегодня, того уничтожения объекта, просто бы не было. Объект просто, просто, надо бы не учтен. Несмотря на то, что существует вся учетная документация. Чтобы спрятать концы в воду, всемогущие представители известных семей новоришей просто изымали из архивов документы, подтверждающие охранный статус археологического комплекса. По странной случайности, записи в нем терялись из единого реестра объектов культурного наследия. Но не только Google помнит все. Не только, как говорится, рукописи не горят. В нашем бюрократическом государстве на любой документ можно найти упоминание в другом документе. На любое перемещение бумажки пишется своя бумажка. Оказалось, что есть документальное подтверждение существования всех нужных документов. Паспорт находился в архивах у разработчиков. И потерян был тот экземпляр, который был передан в Росохранкультуру и далее отправлен в НИП-градостроительство Московской области, который должен был учесть его при разработке генплана Звенигорода. У нас есть документальное подтверждение того, что он туда был отправлен, но сейчас по запросу главного управления культурного наследия НИП-градостроительство его в архивах не обнаружило. То есть они утратили документ, но у нас есть юридические подтверждения того, что этот документ существовал. То есть мы имеем ситуацию, когда при правлении Московской областью Бориса Громова и, соответственно, в Звенигороде Ставицкого, Леонида Аскарча, эти документы были незаконно изъяты из тех мест, где они должны были храниться. Но юридические доказательства того, что они туда были переданы, существуют. Буквально через пару дней после этого круглого стола съемочная группа «Россия-1» приехала снимать репортаж о проблемах археокомплекса Дунина, которые наконец-то показались разрешимыми. Но застройщики тоже не дремали. И в тот же самый момент на четвертом селище, том самом, о котором говорил на круглом столе Николай Крынки, начали работать археологи из Института археологии Академии наук. Вчера здесь были раскопки. Стояла рейка метр на метр. Копал около древних захоронений на Дунинском археокомплексе Никита из отдела Аси Инковатова Института археологии. Открытый лист был выписан на Ивана Михайловича. Ивана Михайловича не было. Он не присутствовал. Поэтому Никита сам копал со своими ребятами. Двое их было. Вот. Подручные землекопы. Сегодня это все уже не было. Сегодня какое число? Десятое. Сегодня 10 июля. Значит, это было 9 июля 1924 года. Так, еще одно место. Это что такое? Интересно. Черепки. Черепки уже. Керамика. Керамика. Ага. И выходы из кирпичей. Что же они это? Чищена, но оставлено все. Ну, промыть надо и посмотреть, чтобы специалист посмотрел. Да. Высыпать? Нет, не надо уж. Потом мы что-нибудь можем повредить. Вот здесь в сторонке стояло. Кирпич. Так это они серьезно... Здесь и вот эти кирпичи и обрывали корни. Обрубили корни. Да. Здесь огромный дуб. Они обрубили корни. И вот на это, когда наткнулись, они не знали, что делать. И бросили. То есть должен... На кого выписан этот самый. Видишь, это вот археологический этот. И с этой стороны тоже. Замыточка. Вот. То есть они не знали, куда выкинуть. Например, вот... Не знали, что это же такое и что... Вот, например, вот в эту свалку могли бы выкинуть, да? Было бы совсем замечательно. Это не дуб, это вяз. Но тем не менее, вопрос остался, значит, товарищу некогда. Что значит некогда? Руководителю. А, руководителю? Ивану Михайловичу. Ага. Сейчас скажу фамилию. Стоунов. Видимо, он должен посмотреть. Посмотри, от тебя за какие корни. Да. Он тут талинственно как-то растет. Его подмывают, видимо, этим ручьем всю жизнь. Но тем не менее, он вот так всю жизнь растет. А, наверное, ему это все сходило. Можем пройти, но там что-нибудь это не заметили. Я заметила только из-за того, что висят эти... ленка. Ленка. Ой, а это же пляж. Пляж, мок. Это пляж, подъезд. Так. Еще одно место. Шурфы. И этот факт совсем не радует, потому что раскопки ведет отдел сохранения археологического наследия, бывший отдел охранных раскопок, занимающийся освобождением стройплощадок от археологических обременений. То есть копать будут через каждые 20 метров шурф, доказывая, что на комплексе нет археологии. Нет древних выпасов, не было древних полей и мест бытования древних людей. Это место, как комплекс, их не интересует. Есть находка. Выкопал и отдал в музей. В витрину. Нет находки. Сняли памятник с учета. Как это делается, видим по акту обследования участка под строительство той самой дороги, сделанное по заказу и на средства застройщика. Вот так. Кое-как, обследовав одну пятисотую часть площади, сделали вывод, что на всем участке нет археологии. Сейчас задача еще масштабнее. Определить границы отдельных селищ, объявить комплекс просто не существующим. То, что не удалось чиновникам, будет сделано руками археологов на деньги заказчика, застройщика. В итоге будет уничтожен комплекс, уникальный для России и Европы, именно многообразием и сохранностью свидетельств жизни наших древних предков. Простят ли они нам это, не говоря уж о наших потомках. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok